МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служба новостей РЕН-ТВ продолжает свою работу. С вами Наталья Голикова. Здравствуйте. О главных событиях в городе области смотрите в материалах наших корреспондентов и коротко, что увидите сегодня в программе. Снег кружится, летает. Коммунальщики с трудом успевают, как город, борются со снежной стихией. Драка с перестрелкой на Петровском рынке. Сегодня в Центральном районном суде началось рассмотрение уголовного дела. Сроки поджимают. Суд назвал окончательную дату, когда нужно снести незаконный ФАП в Сахмарском районе. В администрации Оренбурга, похоже, определились с кандидатурой на должность заместителя главы по градостроисту, земельным вопросам и дорожному хозяйству. Ее займет бывший начальник УФСИН по Иркутской области Анатолий Киланов. Европейский суд рассмотрит заявление экс-депутата Горсовета. Николай Зайцев не согласен с формулировками местных судов. Как Оренбурженке с помощью телефонного звонка удается регулировать работу общественного транспорта? И как решить проблему отсутствия педиатра в детской поликлинике? Ответы в рубрике дежурный корреспондент. Родина Оренбург-Молоко. В чем сходство? На Сорочинской птицефабрике сократили еще 30 работников. Уведомления об этом они получили в конце декабря. Сейчас отрабатывают положенный по закону срок. Свои рабочие места на данный момент сохраняет порядка 30-40 человек. Об этом нам сегодня сообщили бывшие сотрудники предприятия. При этом птицефабрика признана банкротом по состоянию на май 2018 года. Ее долг составлял более 274 миллионов рублей. Решением арбитражного суда от 5 декабря 2018 года, вступившим в силу 10 января 2019, на предприятии открыто конкурсное производство. Это одна из последних стадий банкротства. При этом стоит напомнить, что в конце декабря на портале правительства, глава которого губернатор Берг пытается всячески нивелировать распад предприятия, оптимистично отчитывались, что дела на банкротящейся родине налаживаются и находятся под контролем. Тогда говорили о погашении перед работниками задолженности по зарплате, об обеспеченности предприятия электро- и газоснабжением, восстановлении стабильных поставок корма и производства яйца. Яйца действительно производят и продают. Тем, кто был сокращен 29 ноября, выдали выходное пособие за декабрь. За январь еще не рассчитывали, ссылаясь на нехватку денег, рассказывают люди. От конкурсного управляющего бывшие и нынешние сотрудники птицефабрики якобы узнали о дальнейших планах предприятия на светлое будущее. Через месяц вместо родины может появиться новая организация. Открытие предприятия с новыми реквизитами по прежнему адресу на базе старого оборудования и с тем же коллективом, что и на банкротящемся схеме, не новая. Подобную в свое время реализовал директор компании Оренбургский молочный комбинат Гоча Заридзе. Весной 2014 года на момент вынесения решения арбитражным судом о банкротстве предприятия Оренбургский молочный комбинат уже было создано по тому же адресу, что и молочный комбинат, другая компания Оренбург Молоко. Продукцию здесь производили на оборудовании прежней организации, то есть активы просто перевели из одной компании в другую вместе с коллективом. Прокуратура тогда выявила признаки преднамеренного банкротства. Имя Гоча Заридзе в случае с Родиной тоже прозвучало не случайно. Он числится в рядах собственников птицефабрики. И добавим, как и в деле компании Оренбург Молоко, в ситуации с птицефабрикой также фигурирует Россельхозбанк. По голове птицы недвижимое имущество находится в залоге этой кредитной организации. Наконец, в мае назначено очередное заседание арбитражного суда. И до этого предприятие законом очень ограничено в действиях, разъясняют ситуацию юристы. Если говорят о том, что сейчас будет реорганизована организация, до мая 2019-го она реорганизована точно не будет. Это однозначно. Потому что в мае, там, 28-го, могу ошибаться, назначено заседание как раз-таки председатом рассмотрения отчета конкурсного управляющего. И реорганизация на законных основаниях, она вряд ли будет возможна. Другое дело, что если будет принято в ходе процедуры конкурсного управления, что нужно будет, скажем так, продать часть имущества, может быть, все имущество, всю производственную линию, недвижимость, которая находится в собственной организации, если такова и есть, то, скажем так, предприниматель любой, у которого достаточно наличных денежных средств, он может взять, действительно, купить эту производственную линию, купить недвижимость, фактически купить организацию, если будет принято, повторюсь, такое решение. И на этой же базе он может открыть свою собственную организацию. Снег на голову. Вместе с обильными осадками в городскую администрацию посыпались тысячи жалоб на уборку городских улиц и дворов от снега и налеза. Новый море Оренбурга сегодня провел первый публичный разбор полетов. В этом году, в отличие от прошлого зима, радость детворе, да на виду коммунальщиков, выдалась снежная. На основных магистралях война со снегом идет, как на передовой. Снеговые горы, остановок, общественные транспорты и выезды со дворов – основные направления ударов трактористов. На улице Пролетарской с утра кружил всего один лишь трактор. В день такая техника грузит порядка 60 машин, которые вывозят грязный снег на городскую свалку и на маяк. С утра опять машин, остановки, пешеходные переходы, заездные карманы. Техники просто мало, не справляются. Вот я сколько стою, уже жду. Если бы было больше, было бы быстрее. На улице Терешковой бойцы коммунального фронта вступили в рукопашный бой со снегом. Основное орудие труда – проверенное лопатой. Простите остановку, пешеходки, всю Терешкову, Рыбаковскую чистить будем. Если на основных магистралях коммунальщикам хода бедно удается сдерживать наступление снегопада, то в городских дворах не пройти, не проехать. В муниципальном приемном поступило около тысячи только официальных жалоб. Если учесть возмущения в социальных сетях, то их будет в разы больше. Вот мой родной промышленный район. Северный. 110 обращений. Урал. 65 обращений. Причем по Дежинскому 35 я там лично был в новогодние каникулы, посмотрел. Действительно, правильно, заявок было именно по этой территории. Проезжая часть, в процессе я чистил. Сколько дней нужно? Завтра это мы уже сделаем. Сформирована куча снега. Четверг, вот сейчас снегопад пройдет. Ну хорошо, помечайте, я думаю, четверг, пятница у вас срок достаточный для того, чтобы навести здесь порядок. Дороги очень плохо чистят, конечно. Горячие техники не вижу. Где вы? Видите технику на улицах? Где техника? Кисти, да. Дороги вообще плохие. Представители многих управляющих компаний сегодня игнорировали вызов в ставку главнокомандующего города. Их внесли в особый черный список и сделали предложение, от которого нежелательно отказываться. Тем временем снежные горы на проезжей части сулят большие штрафы. Как заметил первый зам главы города Сергей Чуфистов, нерасторопность для юридического лица обойдется по цене нового отечественного автомобиля. Разбор снежных полетов будет регулярным. Трижды в неделю заверил новый мэр. К весне борьба со снежной стихией, вероятно, плавно перетечет в противопаводковую оборону. Но победа будет за нами. Заверили в мэрии. Магазины области борются с воришками. А в деле о перестрелке на Оренбургском рынке уже разбирается суд. Криминальные новости в рубрике «Оренсировка». В Центральном районном суде началось заседание по делу о перестрелке на Петровском рынке. Напомним, в июне прошлого года между двумя посетителями базара произошел конфликт, который перерос в драку. Кулачная ссора попала на камеру наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что в потасовку вмешались и другие люди. В итоге один из молодых людей достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил своего оппонента. Однако, как заявил адвокат подсудимого, это была вынужденная мера. Нанес два удара в область нижней челюсти слева. И в результате чего были причинены телесные повреждения в виде открытого двойного перелома нижней челюсти. Угла слева, тела справа, без смещения и так далее. И был сломан у него зуб. Если же мы обратимся к настоящему ответственному заключению, указанное обстоятельство, оно не нашло отражения в обвинительном. Он произвел выстрелы после того, как ему были нанесены удары. Сейчас ответный иск подсудимого к своему оппоненту о нанесении ударов рассматривается в другом суде. Адвокат попросил дождаться его решения, чтобы это отразилось уже в деле о перестрелке. Заседание перенесли. Сладкий заработок. Выручить деньги с шоколада решил 27-летний ранний судим Оренбуржец и его сообщник. Для реализации своего бизнес-плана они украли 26 плиток шоколада в одном из супермаркетов города, попав при этом в объектив камеры видеонаблюдения. Со слов задержанного стало известно, что Оренбуржец похищенный продал прохожим на улице. Заработать получилось немного, 400 рублей, а вот уголовного дела по статье «Грабеж» мужчинам не сбежать. Пока задержан только один из злоумышленников, личность второго устанавливается. Цель оправдывать средства, видимо, так посчитал ворский мужчина, который пытался украсть две бутылки алкоголя, но был пойман продавцом магазина. Несостоявшееся преступление попало на камеру видеонаблюдения. Работник супермаркета передал воришку полицейским. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы. В погоне за внутренним инвестором Минфин и Центробанк придумывают финансовый пылесос для средств граждан. Статью с таким заголовком публикует независимая газета. Речь идет о парламентских слушаниях, о развитии финансового рынка страны. Главным финансовой стратегией Центробанка стал человек, обычный житель страны, как основной источник так называемых длинных денег. Поиском внутреннего инвестора озадачен Минфин и Центробанк. Сейчас таких вкладчиков слишком мало посчитали финансисты, как выразилась глава Центробанка. Всем очевидно, что экономическое развитие страны невозможно без притока долгосрочных инвестиций. Длинные деньги формируются в первую очередь пенсионными фондами и страховыми компаниями. Зарубежный опыт показывает, что более устойчивы к восприятию внешних шоков те страны, где есть сильные внутренние инвесторы. К ним относятся пенсионные фонды и страховщики. Финансисты от правительства заговорили о том, что нужно повышать доверие и грамотность населения. Намерены внедрить новые финансовые инструменты. Прежде всего, это индивидуальный пенсионный капитал, когда граждане будут относить свои деньги добровольно. Ряд федеральных экспертов отреагировали на эти заявления жестко, говоря о том, что не получится воспользоваться внутренним инвестором. Прогнозируют очередной виток появления финансовых пирамид и сейчас достаточно много мошеннических схем. Есть те, кто красивые слова чиновников ставят под большое сомнение. Например, аналитик компании «Финам» Алексей Коренев объяснил это так. Находясь в глубокой изоляции, добиться роста экономики только за счет собственных ресурсов практически невозможно. Оренбургские специалисты в области финансов уверены, что больше эти предложения ориентированы на молодежь, которая уже начинает беспокоиться о своем будущем. Формировать мнение населения и желание населения участвовать в инвестиционном процессе – это правильно. Это делают все государства мира, все развитые государства мира. И фундамент своей экономики тоже базирует на том, что частные инвесторы, население являются активными участниками инвестиционного процесса. А разве наши люди не могут формировать заначку на черный день? Могут. Старшее поколение это доказывает каждый день. Зайдите в Сбербанк, вы увидите, что там половина клиентов сидят люди весьма почтенного возраста, формируют свои счета, делают какие-то накопления. Это же правильно, это хорошо. Во всем мире так происходит. Другой вопрос, что у нас не так много инструментов, куда можно населению размещать свои средства. Вот это, наверное, пока такой больной вопрос. Но это вопрос времени, вопрос развития. Оренбургские журналисты менее оптимистичны и не видят предпосылок, что воспользоваться так называемым внутренним инвестором у правительства получится. Разве что поддадутся представители силовых структур и военные с их уровнем доходов. Для населения сегодня это, скорее всего, может стать непосильной нагрузкой, если оно согласится участвовать в таких проектах. И я считаю, что для того, чтобы население захотело вкладывать свои деньги, если они есть в банки, то должно быть как минимум два условия соблюдено. Это достаточно такая толстая финансовая прослойка у людей. То есть те деньги, которые остаются в бюджете ежемесячно после всех необходимых трат и оплаты счетов. Эту финансовую прослойку у нас постоянно снимают. То есть начало этого года, несколько неприятных таких сюрпризов. То есть это рост НДС, который повлиял и еще повлияет. И нам это только предстоит еще почувствовать на другие цены все. Как у них могут оставаться деньги на то, чтобы вкладывать на будущую пенсию, я с трудом могу представить. Второе условие – это мотивация. То есть если они наснимают каких-то рекламных роликов, где расскажут, как отлично человек сможет жить потом на пенсии, на вот эти вот свои отложенные деньги, я думаю, многие так воспримут это с определенной долей скептиза, кто-то будет просто смеяться. Потому что люди, многие не верят в то, что они доживут до пенсии и смогут долго жить в этом возрасте. И люди не верят государству в то, что оно сохранит их деньги. Потому что примеров таких очень много было в прошлом. У представителей старшего поколения эта прививка еще действует. И они помнят, как их родители, которые вкладывали свои средства в облигации, тоже это очень рекламировалось государством. По мнению федеральных экспертов в области экономики, более действенным способом было бы сделать ставку на широкое развитие предпринимательства, на привлечение инвестиций за границей. Но пока в списке предложений от правительства они не звучат. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Впереди вас ждет еще много новостей. Сроки поджимают. Суд назвал окончательную дату, когда нужно снести незаконный ФАП в Сакмарском районе. В администрации Оренбурга, похоже, определились с кандидатурой на должность заместителя главы по градостроисту, земельным вопросам и дорожному хозяйству. Ее займет бывший начальник УФСИН по Иркутской области Анатолий Киланов. Европейский суд рассмотрит заявление экс-депутата горсовета. Николай Зайцев не согласен с формулировками местных судов. Как оренбурженке с помощью телефонного звонка удается регулировать работу общественного транспорта? И как решить проблему отсутствия педиатра в детской поликлинике? Ответы в рубрике «Дежурный корреспондент». Сегодня утром коллективу городской администрации представили, возможно, будущего заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству. Это Анатолий Киланов, бывший руководитель УФСИН России по Иркутской области. Ранее должность в администрации Оренбурга занимал Геннадий Борисов, который сейчас находится под следствием, а до последнего времени исполнял обязанности Евгений Японешников. В городской администрации нам подтвердили, что коллектив действительно познакомили с Анатолием Килановым. Правда, на 4 часа дня документы в отдел кадров о принятии его на работу еще не поступали. До февраля прошлого года Анатолий Киланов возглавлял управление исполнения наказаний по Иркутской области. Как отмечают некоторые СМИ, в том числе государственная, его отставка была принята после возбуждения уголовного дела по факту хищения раций для нужд управления на сумму более чем 100 миллионов рублей. Кроме того, через несколько дней после выхода на пенсию Киланова его зам покончил жизнь самоубийством. В системе ФСИН Анатолий Киланов служил с 90-го года. До того, как возглавил управление Иркутской области, был руководителем этой структуры в Архангельской. Восемь месяцев до дня Икса областной суд определился с окончательной датой исполнения решения со стороны Министерства природных ресурсов. Ведомство обязано снести незаконно установленный ФАП в селе Чапаево-Сакмарского района. Эта история длится уже два года, и пострадавшая страна надеется, что все же через восемь месяцев она закончится. ФАП, построенный по новой технологии в селе Чапаево, стоит год и даже работал. Правда, находится он на частной земле, за которую жители продолжают платить налоги. И все это время доказывает в судах, что участок их личная собственность. Объясняли это и губернатору. Это двор огорожен, стоит штокетником. Это опять забор стоит. А вот это пустырь, который был, на котором мы сажали огород. И вот посереди этого пустыря они выстроили ФАП. Судебные тяжбы затянулись на два года еще и по причине смены собственника. Сначала ФАПом владел Сельсовет, а теперь Министерство природных ресурсов. В ноябре прошлого года суд постановил, ФАП должен быть снесен и аннулирован во всех списках. Напомним, что стоимость ФАПа по новой технологии почти 5 миллионов рублей. Еще были потрачены крупные суммы, чтобы подвести к нему коммуникации. Хотя некоторые жители этого села уверены, что этих средств хватило бы для обновления старого ФАПа. Областной суд постановил, что здание Фельдшерско-Кушерского пункта в селе Чапаево Сакмарского района должно быть снесено до 1 октября 2019 года. Через две недели исполнительный лист будет направлен судебным приставом. Экс-депутат Горсовета дошел до Европейского суда. Заявление о том, что Николай Зайцев не согласен с решением российских судов, в Страсбурге приняли. Вскоре начнется рассмотрение. Напомним, еще в 2016 году на депутата Городского совета Николая Зайцева было возбуждено уголовное дело. Он обвинялся по статье «Клевета». И все из-за ролика о незаконном игорном бизнесе в Оренбурге. По версии следователей, тогда Николай Зайцев заказал ролик, в котором в тяжких преступлениях обвинил двух предпринимателей, а также в коррупции и бездействии двух высокопоставленных прокуроров. Игорь Ткачева, который сейчас является заместителем «Чайки», а тогда был главным прокурором Оренбурга, и прокурора Оренбурга Андрея Жугина. Все из названных в этом ролике подали заявление о клевете в их адрес. Посчитали, что сведения порочат их честь, достоинство и влияют на профессиональную деятельность. Николай Зайцев был признан заказчиком. Помимо технических экспертиз, кем и откуда был распространен ролик, была проведена и лингвистическая, которая показала, что все заявления неутвердительны и ставятся под сомнение. Но Николай Зайцев по решению суда все же виновен в клевете. Ему назначили штраф и выплату морального вреда прокурорам. С того момента были пройдены все апелляционные инстанции. Сейчас заявление принято для рассмотрения в Европейском суде по правам человека. Отличником является государство Российской Федерации. Мы связались по телефону с Николаем Зайцевым. После того, как было вынесено решение о лишении его депутатского мандата, он переехал в столицу, где живет и работает сейчас. Мы говорим о нарушении 10-й статьи конвенции, которая означает нарушение свободы мнения и свободы слова. Просто озвучили фабулу делу, мы просто озвучили, с чем я не согласен непосредственно, что не соблюдали местные суды, которые рассматривали данное дело, игнорировали Европейскую конвенцию и никакой образом не применили норму части нарушения прав и свобод Отношение того, что я уже ранее вынесу, в чем были нарушены мои права. Защищать права россиянина Зайцева в Странсбургском суде будет адвокат-международник Москволенко, который ранее участвовал в защите журналиста Плитковской, бизнесмена и политика Ходорковского. Она также вела дела в ЕСПЧ, похожие на дело Николая Зайцева. Первые результаты ориентировочно будут в марте. Экс-депутат также добавил, что подобное заявление было направлено в Комитет по правам человека ООН. Но пока ответа еще не последовало. Контроль за недельским контентом Миноборнауки планирует выделить более 600 миллионов рублей за три года на поиск угрожающей жизнью и здоровью детей информации в интернете, сообщает ряд интернет-изданий. Деньги будут предоставлены автономной некоммерческой организации Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Ее сотрудники займутся отслеживанием мировой сети, должны будут находить информацию и сообщать о существовании деструктивных, антиобщественных явлениях и субкультурах. Как будет работать новая инициатива, пока не ясно. Законопроект будет обсуждаться до 26 января. В Роскомнадзоре Паренбургской области говорят, что их сфера контроля зарегистрированы в СМИ. Они распространением информации, которая может навредить детям, не грешат. Механизм воздействия, блокировки, вредность, запрещенной информации есть. И в этом все чаще помогают сами граждане. Каждый житель нашей страны, каждый гражданин, выявив в сети интернета вот ту информацию о наркотике, детской порнографии, суицид, азартные игры, дистанционной продаже алкоголя, как гражданин просто может оставить заявку на сайте Роскомнадзор. Роскомнадзор организовал техническую площадку для приема вот этих обращений граждан. То есть если вдруг работа в сети интернет, вы нашли информацию о продаже наркотиков, например, то как гражданин с активной гражданской позицией, нужно зайти на сайт Роскомнадзора, заполнить эту заявочку. Заполнять ее несложно. Дальше с этой площадки информация автоматически уходит в то ведомство, которое является полномочным органом на принятие решения. В группе риска, естественно, дети, образовательное сообщество поддерживает любые начинания, которые помогут оградить детей от ненужной информации. Дети еще с дошкольного возраста общаются в соцсетях, и это происходит с позволения родителей. Именно они должны знать, с кем общается ребенок, в каких группах состоит. Интернет в школах проходит необходимые фильтры, но дополнительный контроль, когда речь идет о жизни и здоровье любимых, чат не помешает. Нам приходится об этом говорить как о реалиях жизни, о том, что нужно раскрывать зонт в дождливую погоду, о том, что нужно не ходить на тонкий опасный лед, о том, что нужно остерегаться и не вступать в группы такой и такой направленности. Я думаю, что делать из этого такого пугающего монстра и говорить, что вот вся воспитательная система работы школы должна быть нацелена только на то, чтобы оградить детей от групп каких-либо ВКонтакте. Нет, отнюдь. Это всего лишь одна из тех угроз, да, угроз, необычных угроз современного общества, необычных реалий современного общества, с которыми школа должна учить справляться. Любые формы работы с этим хороши, по крайней мере, попробовать. Мы должны попробовать все. Я думаю, в желании, в попытке защитить наших детей, а иногда действительно они нуждаются в том, чтобы вмешались мы, взрослые, мы должны попробовать все. Кто первым стал, того и деньги. Садоводам из областного бюджета вновь выделили финансирование на содержание хлопотных хозяйств. Кто на какие цели и в каком размере может рассчитывать, смотрите далее. Сумма у нас 3 миллиона 360, как и в прошлом году, как и в позапрошлом году. То есть последние несколько лет, вот уже лет 8, у нас 3 миллиона 360 рублей на вот этот вид поддержки, на инженерное обеспечение территории. В прошлом году у нас, например, получили поддержку 12 садоводческих некоммерческих объединений с коэффициентом почти 92 процента. То есть 0,92. То есть получается, что если кто просил 100 тысяч, 92 тысячи получили. Учитывая, что в Оребожье 625 садовых обществ, то своим правом воспользовалось лишь каждое 50-е дачное хозяйство. Порой хороший дачный дом стоит больше всей областной субсидии. Полученные крохи дачники могут потратить на благоустройство, дорог, на ремонт водоводов, охрану и пожарную безопасность. Чтобы стать счастливым обладателем областного гранта, надо проявить не только чудеса расторопности, но и юридическую подкованность. Нужно очень постараться. Во-первых, это ведь не те деньги, которые выделяются на будущие работы, а это те деньги, которые возмещаются уже по факту совершения, по факту выполнения работы. Поэтому здесь требования ужесточаются в том плане, чтобы документы были безупречны. Документы от садоводов в региональном минсельхозе ждут с 18 февраля по 11 марта. А затем жесткий конкурсный отбор. Как заметил председатель областного союза садоводов, дачники областного центра зачастую остаются обделенными. Основные деньги уходят на восток. Пока одни не могут после 9 вечера дождаться автобуса на остановке, другие недовольны отсутствием участкового врача в детской поликлинике. Но кроме жалоб есть и приятные новости. Обо всем подробнее в рубрике «Дежурный корреспондент». Автобус работает по принципу такси. Антонина задается вопросом, как уехать домой после 9 часов вечера, если 59-й автобусный маршрут не доезжает до конечной остановки ТК Медовой. Нашей телезрительнице нередко приходится звонить диспетчеру и узнавать, почему так долго нет автобуса. После этого он обычно приезжает. Женщине надоела такая практика. Она считает, что общественный транспорт должен приезжать по времени, а не после ее звонков. Но в компании «Гортранс» диспетчер объяснил нам, что никакой зависимости между звонками женщины в диспетчерскую и временем прибытия автобуса нет. У водителей есть график, по которому они работают. Также уверяют, что ситуация, когда водители не доезжают до остановки, исключена. Остается надеяться, что на жалобу пассажиров будет обращено внимание шоферов. Нужен врач. Татьяна сетует на отсутствие участкового врача-педиатра на пятом участке в детской поликлинике номер 10. По словам женщины, хочется, чтобы за здоровьем ее ребенка следил один и тот же доктор. Сейчас же приходится обращаться к разным специалистам, что совсем неудобно. Заведующая поликлиники Людмила Юрьевна Кузнецова подтвердила, участкового врача действительно сейчас нет. Он уволился по собственному желанию. И сейчас учреждение в поисках нового сотрудника. Но пока это место вакантно, прием больных продолжается. Татьяна со своим ребенком, как и другие пациенты, может обращаться к любому врачу из другого участка. Хорошая новость для Зайтулы Даминовой. Она может больше не беспокоиться о потере СНИЛСа. Его возле поликлиники на проспекте Дзержинского нашла внимательная Гуля. Ее номер есть в редакции. Если вы стали свидетелем чего-то интересного, или вас волнует проблема, которую вы не можете решить самостоятельно, звоните в редакцию. Номер телефона вы видите на экране. В Оренбурге прогнозируют ухудшение погоды. Будьте осторожнее на дорогах, одевайтесь теплее. На этом я с вами не прощаюсь. Следующий выпуск новостей выйдет в 23 часа. До встречи в эфире. В ближайшие сутки в Оренбурге облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается снег, местами слабая метель, ветер северо-западный от умеренного до порывистого. Ночью минус 22, минус 27 градусов, днем в пределах от минус 12 до минус 17. В Оренбурге завтра облачно с прояснениями ожидается снег, ветер северо-западный умеренный, ночью 19-21 мороза, днем минус 16, минус 18 градусов.